Всем привет! Наконец-то мы добрались до практически самых мощных и самых функциональных мини-моек или аппаратов высокого давления Körher серии K5. Нам вместе с вами повезло жить в уникальное время, когда в официальной продаже есть мини-мойки K5 старого и нового поколения. Обычно, когда выходит новое поколение, то цена на старое существенно снижается. При этом старое поколение моек по техническим характеристикам ничем не отличается от всех модификаций новых K5. В аппаратах высокого давления обоих поколений используется алюминиевая помпа с водяным охлаждением, которая обеспечивает максимальное давление 145 бар, производительность 500 литров в час и площадь уборки 40 квадратных метров в час. Этого будет вполне достаточно для решения практически любых задач. Единственное, с чем K5 может не справиться, ну или эти области просто не рекомендуемы производителям, так это мойка грузовиков, больших бассейнов, а также за один раз с помощью K5 вы навряд ли сможете отмыть все фасады огромного особняка. Для мойки разных поверхностей с разным уровнем загрязнения и разной чувствительностью мини-мойками Körher применяются разные насадки. Например, в случае с старым поколением K5 в комплект входит струйная насадка с возможностью плавной регулировки мощности струи, а также грязевая фреза. У нового поколения насадка на пистолет высокого давления всего одна, но в ней объединены все функции, например, режим турбофрезы, режим для подачи моющего средства, а также выбор одного из трех режимов мощности для струйной насадки. Выбор мощности струи производится с помощью кнопок на пистолете высокого давления. Выбранный режим мощности будет отображаться на встроенном LCD дисплее. Связь пистолета с мини-мойкой осуществляется в беспроводном режиме. В качестве элементов питания используются две батарейки 3А. Для того, чтобы подключить пистолет к мойке высокого давления, нужно подключить мойку к сети 220 вольт и на 5 секунд зажать одновременно кнопку плюс и минус. Наличие дисплея-индикатора на пистолете высокого давления является отличительной чертой всех мини-моек Керхер нового поколения. У К3 серии это механическая индикация, у К4 светодиодная, а у К5 может быть как LCD дисплей, так и светодиодная индикация. У пистолетов высокого давления старого поколения любые дисплеи и индикаторы полностью отсутствуют. А вот способ подключения шланга высокого давления как в старых моделях, так и в новых моделях абсолютно одинаково. Подключение производится с помощью кнопки, что достаточно быстро и удобно. Кстати, длина шланга высокого давления не изменилась. Она составляет целых 8 метров, что на 2 метра больше, чем у К3, К4 и премиальной версии К2. В старом поколении шланг подключается к аппарату высокого давления в передней части с помощью быстросъемного или быстроразъемного механизма, а в новом поколении подключение шланга реализовано сзади и несколько иным образом. Еще одно небольшое отличие между поколениями будет заключаться в конструкции ручки и материале изготовления. В данном случае у новинки ручка раскладная и алюминиевая, в то время как у данной версии ручка имеет фиксированный размер и сделана из пластика. Способ подачи моющего средства остался неизменным. В обоих моделях используется система PlugClean. С бутылки с моющим средством нужно снять колпачок, клапан, после чего разместить бутылку в соответствующем кармане резервуаре. Собственно говоря, в этом и будут заключаться основные отличия между старыми и новыми мойками К5. Единственное еще, что можно отметить, так это наличие регулировки подачи моющего средства на корпусе старой версии. В новой версии, как мы помним, регулировка подачи моющего средства производится уже на пистолете. Помимо отличий между разными поколениями К5 моек, также стоит рассказать о отличиях между моделями нового поколения. Всего есть 4 модификации. Premium Full Control Plus, Full Control Plus, Full Control и Compact. У модификации Premium Full Control Plus есть пистолет с LCD-дисплеем G180Q и барабан для хранения шланга высокого давления. У модификации Full Control Plus без приставки Premium есть только пистолет G180Q. Шланг высокого давления хранится на крючке на корпусе аппарата высокого давления. У модификации Full Control пистолет G180Q заменен на 145-ю модель с LED, а не LCD-индикацией. Барабан для хранения шланга также отсутствует. Пистолет G145 отличается не только светодиодной индикацией, но и тем, что у старшей 180-й модели струйная насадка и грязевая фреза совмещены в один корпус, а у 145-й модели отдельно подсоединяется либо струйная насадка с возможностью выбора интенсивности струи, либо грязевая фреза. Модификация Compact, обладая миниатюрными габаритами, не потеряла своей мощности и производительности. По этим параметрам она полностью соответствует другим мойкам серии K5. Пистолет высокого давления в серии Compact используется продвинутый G180Q. Модели Premium Full Control Plus, Full Control Plus и Compact имеют всего две модификации, классическую и домашнюю. В домашнюю модификацию включена насадка для мойки напольных покрытий T350. И только модель Full Control без приставки Premium и Plus имеет дополнительную автомобильно-домашнюю комплектацию, в которой помимо насадки T350 включена еще специально вращающаяся насадка для мойки автомобилей, а также пеногенератор объемом 300 мл и автомобильный шампунь. На этом, как обычно, все. Если видео вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.